Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые врачи, доктора, учёные, всё врачебное сообщество, я поздравляю вас с вашим праздником, Днём Медицинского Работника. Я желаю вам, конечно же, здоровья, долгих лет жизни, счастья, благополучия. Я поздравляю всех вас, потому что вы стоите на страже жизни подчас, не жалея себя, вопреки своему благополучию, вопреки своему здоровью, вы стоите на страже жизни. Совсем недавно в Театре Российской Армии прошла церемония награждения лучших врачей России, премия «Признание», которую проводит Первый канал совместно с Министерством Здравоохранения. И я тоже принимала участие в этой церемонии. Я вручала одну из номинаций, посвящённую фундаментальной науке. И в рамках этой церемонии я позволила себе сделать небольшое обращение к врачебному сообществу. Я не знаю, останется ли оно в результате в эфире, потому что церемония долгая, а эфирное время короткое. То есть что в результате останется, что попадёт в корзину, это абсолютно естественный процесс, не всегда всё доходит до зрителя. Поэтому я записываю это видео, потому что считаю это обращение очень важным для всех нас. Думаю, вы поймёте почему. Будучи по профессии актрисой, готовясь к роли, мне, конечно же, приходится многое изучать из сферы жизни моих героинь. Погружаться в их профессиональные проблемы. И вот недавно прошедший шестой сезон «Земского доктора» как раз говорит об этом же моя героиня, оказавшись в маленьком городке, начав лечить людей в том месте, откуда сама родом и где все знают и её, и её семью, сталкиваться с тем, что формальный подход в медицине совершенно не годится в лечении знакомых с детства людей. Она дрожит ими, и она иначе к ним относится. Не как обычный доктор. Ведь каждая болячка тянет за собой решение и многих других проблем. И моя героиня их решает. Наверное, именно такого доктора хотят видеть наши зрители и в своей жизни. И, возможно, этим в том числе объясняется зрительская любовь к этой истории. Но мы ведь показали сказку. Такого, к сожалению, не существует в нашей жизни. А мне бы очень хотелось, чтобы это существовало, чтобы это было у нас с вами. Поэтому я обращаюсь, уважаемые доктора, учёные, я хотела бы попросить всё врачебное сообщество, давайте мы развернём наше здравоохранение, которое, как и все другие сферы нашей жизни, 30 лет подвергалось атаке к человеку лицом. Давайте лечить не болезни, а человека в комплексе. Давайте вернём в медицину холистический подход, о котором говорил ещё Гиппократ. Мне кажется, что пора вернуть врачебному сообществу, врачу, учёному, статус субъекта права и вернуть статус учёного. Ведь именно врач является носителем знаний и умений. А значит, лицензии нужно выдавать носителям знаний и умений, врачу и учёному, они являются субъектом права. Они и пациенты, а не учреждения или здания. Понимаете? Я бы очень просила вас подумать над этим, потому что вы внутри, вы лучше меня всё знаете и понимаете. Мне просто кажется, что подобная дискуссия открыла бы очень созидательную страницу в обсуждении проблем здравоохранения. Мне кажется, что уже настало время, когда фундаментальную науку в медицину пора вернуть принципы этики. биоэтического подхода в медицине, высокой науке, зафиксировав их в праве, в законе. Возможно, нам нужен закон о биоэтике, чтобы вернуть эти принципы. Пожалуй, это самое главное, что я хотела бы сказать сегодня, ваш профессиональный праздник. Я думаю, что это то, что может принести всем нам ощутимую пользу и действительно оздоровить нашу нацию, наших соотечественников. И я благодарю Первый канал за эту возможность высказать столь, на мой взгляд, важные слова людям, которые действительно принимают решения. и они меня слышали и, может быть, сделают какие-то выводы. Я думаю, что эти инициативы очень давно назрели. Делитесь, пожалуйста, вашим мнением, что вы об этом думаете в комментариях. Еще раз поздравляю вас с праздником!